Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава первой Маковейской книги. Читаем перевод под редакцией Брагинской для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Итак, в предыдущей девятой главе Иоаннатан, который возглавляет после смерти Иуды Маковейское восстание, собственно, это уже не восстание, а такая непризнанная автономия, непризнанное государство, и Бакхит, полководец селевкидов, ну, они не могут друг друга победить. Бакхит сильнее в открытых столкновениях, за ним регулярное войско, но партизанская война, безусловно, не его, и выигрывают Маковеи в партизанской войне, поэтому Бакхит уходит из Иудеи, дает обещание больше там не появляться, никак не вредить Анатану, и Анатан фактически начинает править своей страной, но отношения с селевкидами еще не урегулированы. И что нам поможет, что поможет Маковейскому восстанию договориться? Конечно, очередная смена власти. Селевкидская держава слишком большая, и слишком много претендентов на престол, поэтому остается только лавировать между этими различными властителями, их уже несколько сменилось, вот сейчас появится еще один. В 160 году, ну, соответственно, это Македонского счета от Александра Македонского, и поэтому это 153 или 152 года до н.э., если тут никакой путаницы нет, объявился Александр Эпифан, сын Антиоха, и занял Кталимаиду, вот еще один претендент, да, причем все они из этой же самой династии. Его признали, он стал там царем, еще не везде, но вот в какая-то области его признала своим. Услышав об этом, царь Деметрий, тот, который в Антиохии, в главной части селевкидской державы, собрал очень большие военные силы и выступил, чтобы встретиться с ним на поле боя. И чтобы возвысить Иоаннатана, Деметрий отправил ему письмо с мирными предложениями. Вот в этой ситуации, как только начинается междоусобица, внутри селевкидской державы с иудеей мириться, то, что нет ничего хуже, чем в разгар крупной битвы с претендентом на престол получить такой, знаете, вбок кинжал от, пусть небольшого, но очень эффективного иудейского войска. Итак, отправил письмо с мирными предложениями. Вот что говорил он. Давайте первыми заключим с ними мир, прежде чем он заключит его с Александром против нас. Уж тогда он припомнит все зло, которое мы причинили ему и его братьям этому народу. Он дал ему право, то есть Иоаннатану, набирать войско, вооружать его, быть царским союзником, а также велел передать Иоаннатану заложников, которые находились в крепости. Это еще, может быть, не независимость, но это уже очень высокая степень автономии. Свою армию он разрешил ему держать. Иоаннатан прибыл в Иерусалим и вслух прочитал это письмо перед всем народом и теми, кто был в крепости. Этих охватил сильный страх, когда они услыхали, что царь дала Иоаннатану право набирать войско. И эти, которые в крепости, это селивкидский гарнизон внутри Иерусалима, в пресловутой крепости. До сих пор они считают их скорее мятежниками, этих самых воинов Иоаннатана. А тут вдруг они такие же царские солдаты, как и сами обитатели крепости. То есть никакого преимущества у них больше нет. И отдали те, кто был в крепости, заложников Иоаннатану, он возвратил их родителям. И поселился Иоаннатан в Иерусалиме, начал отстраивать и обновлять город, и сказал работникам, чтобы вокруг горы Сиона они для прочности возвели стены и четырехугольных камней. Так они и сделали. Заодно укрепление, но только уже царь не против. Царь Александр, вот этот новый претендент, услышал о том, сколько обещаний дал Диметрий в послании к Иоаннатану. Рассказали ему о сражениях данных Иоаннатаном и его братьями, о совершенных ими подвигах, о перенесенных ими тяготах. Сказал он, едва ли мы найдем еще одного такого человека. Так сделаем же его теперь нашим другом и союзником. И он написал и отправил ему послание с такими словами. Царь Александр приветствует брата Иоаннатана. Услышали мы о тебе, что ты человек крепкой силы и достоин быть нашим другом. И ныне мы назначили тебя первосвященником твоего народа. Ты будешь также называться другом царя. Заботься о наших делах и храни дружбу с нами. Он послал ему порфиру и золотой венок. Знаки царского достоинства. Деметрий ему дает всего лишь автономию. Это дает ему полную независимость. Вот когда воюют два больших претендента, маленькое царство, маленькое государство только радостно берет от того и от другого свои какие-то преференции. Так Иоаннатан облачился в священную одежду в 7-м месяце 160-го года в праздник Кущи, собрал войско и как следует вооружил его. Обратим внимание, что он одновременно становится первосвященником и царем. Вообще-то это было делать нельзя. Но, тем не менее, династия Хасманеев, которая в общем-то в этот момент устанавливается, она и была как раз царями и первосвященниками. Конечно, здесь большой вопрос, как это все надо расценивать с точки зрения закона, потому что цари и священники – это разные вещи. Но не случайно здесь и говорится, послал Порфиру золотой венок, священную одежду. То есть не говорится, он стал царем, хотя фактически да. Деметрий услышал об этом, огорчился и сказал, что же мы наделали? Как это Александр обошел нас, заручившись ради поддержки, дружбы и саудеями? Напишу-ка и я им слова ободрения, пообещаю почести и даров, чтобы залучить их себе в помощники. Отправил им письмо с такими словами. Соревнования, кто и больше им даст. Царь Деметрий приветствует народ иудеев. Мы были рады услышать о том, что вы соблюли наши договоры, сохранили дружбу с нами и не переметнулись к нашим врагам. Храните и дальше верность нам, а мы воздадим вам добром за то, что вы делаете для нас. Мы дадим вам много льгот и даров. А теперь я снимаю с вас повинности, освобождаю всех аудеев от налогов, от соляного и венечного сбора, то есть отдельные виды налогов, а также от причитающейся мне третьей части зерна и половины плодов с деревьев. Отныне и впредь не будут взимать налоги земле Иуда из трех присоединенных к ней номов Самарии и Галилеи с сегодняшнего дня и на все времена. А вот это уже фактическая независимость. Это уже не вопрос почести. Значит, налогов они больше не платят. Иерусалим с его окрестностями пусть будет священным и свободным от десятин и налогов. Упраздняю также свою власть над Иерусалимской крепостью и даю первосвященнику право разместить в ней для ее охраны людей, которых он сам выберет. Он выводит гарнизон. И всякого иудея, введенного в плен из земли Иуда, куда бы то ни было в моем царстве, отпускаю на свободу даром. И пусть их всех освободят от налогов, как их самих, так и их скот. Все праздники, субботы, новомесячие, торжественные дни, а также три дня перед праздником и три дня после праздника, пусть они будут днями льгот и свобод для всех иудеев, находящихся в моем царстве. Никто не получит право взыскивать с них что-либо и докучать кому-либо чем бы то ни было. Смотрите, вот с чего начинается Маковейское восстание и первая Маковейская книга. Ровно с того, что запретили праздновать субботы, новомесячие, торжественные и праздничные дни. И в результате они не только вернули себе это право, но они получили освобождение от налогов, фактическую независимость. Как нерасчетливо вел себя Антиоха Пифан. Что ему стоило сохранить статус-кво? Зачем было давить, вот дожимать? Пережал. Но на этом еще не конец. И пусть из числа иудеев набирают войска царя до 30 тысяч человек, и будет им даваться жалование, полагающееся всем войскам царя. Одни из них будут назначаться в большие крепости царя, другие из них будут назначаться на те должности в царстве, которые требуют особого доверия. И начальники пусть будут из их же числа, и пусть они поступают по своим законам, как и приказал царь для земли Иуды. Соответственно, вот при этом они остаются на правах такого, что ли, ассоциированного члена. Войски могут служить, но за деньги, а не как повинность. А три Нома, Ном, соответственно, это область. Предсоединенные к аудеи от страны Самарии пусть остаются предсоединенными к аудеи, чтобы они считались единым целым и не подчинялись иной власти, кроме власти первосвященника. Вот, соответственно, и территориальные приобретения. Как выгодно оказалось им это восстание, как, в свою очередь, невыгодно селевкидам притеснение, приведшее к восстанию. По Теремаиду с ее владениями я дал дар святилищу в Иерусалиме на издержки, необходимые святилищу. Ну, то есть на доходы с этой территории, на сборы и налоги содержится храм. Кроме того, ежегодно я сам даю 15 тысяч стиклей серебра из царских сборов с подластных мест. И все излишки, которые управляющие казной не истратили, отныне, как и в прежние годы, будут идти на храмовое служение. А кроме того, упраздняются начеты на 5 тысяч стиклей серебра, которые брали управляющие казной и святилища из ежегодного сбора, поскольку это причитается служащим священникам. И всякий, кто найдет убежище в Иерусалимском святилище и в любом его пределе, если числятся за ним недоимки царских налогов или любые другие долги, пусть в моем царстве будет от них свободен, и сам он, и все, что ему принадлежит. А средства на отстройку и обновление святилища будут выдаваться за счет царя, и средства на постройку стены Иерусалима и их укрепления по всей окружности, равно как и на постройку стен Ваудии, тоже будут выдаваться за счет царя. Вот уже, конечно, Деметрий переборщил и Александра, и дает все, о чем только можно мечтать. Иоаннатан, и народ, выслушав эти слова, им не поверили и не приняли их, помня о тех великих злодеяниях, которые Деметрий учинил в Израиле, так жестоко он их угнетал. И предпочли они Александра, поскольку он первым обратился к ним с мирными предложениями и всегда оставались ему союзниками. Ну да, обещать-то можно многое, а вот опыт отношения с Деметрием ясно показывает, что эти обещания он не соблюдает, уже были прецеденты. Заключается мирный договор, послом он нарушается произвольно. Тогда царь Александр собрал большое войско и выступил в поход против Деметрия. Два царя завязали битву, и войско Деметрия обратилось в бегство. Александр преследовал его и одолел их. Жестокий бой кипел до захода солнца, в этот день Деметрий погиб. И отправил Александр послов к Толемею, царю Египта, с такими словами. А Египет Толемеев — это соседняя держава южнее. Когда я вернулся в свое царство и воссел на престол своих отцов, я взял власть, разбил Деметрия, овладел нашей страной. Я сразился с ним, он был нами сокрушен вместе с войском, а мы воссели на престол его царства. Потому на незаключи между собой союз, ты отдай мне в жены свою дочь, я породнюсь с тобой и преподнесу тебе ей дары, достойные тебя. Ну, женить бы на царской дочери — обычный способ заключить постоянный союз. Царь Птолемея отвечал так. «В добрый час возвратился ты в землю своих отцов и воссел на престол их царства. Я исполню теперь для тебя то, о чем ты написал, так что встречай меня в Птолемаиде, чтобы мы увидели друг с другом, и мы породнимся, как ты сказал». Затем сам Птолемей с Клеопатрой, своей дочерью, имя популярное, и оно, конечно, еще не растрится в истории, вышел из Египта, прибыл в Птолемаиду в 162 году. «Царь Александр встретил Птолемея, тот выдал за него Клеопатру, свою дочь, сыграл в Птолемаиде свадьбу пышно, как и подобает царям». Ну, вот так оно и было заключено, это соглашение. «Затем царь Александр написал Ионату, чтобы тот же Ионатан, чтобы тот прибыл для встречи с ним. Ионатан отправился в Птолемаиду с пышной свитой, встретился с обоими царями, дал серебро, золото, множество даров им и друзьям их, и снискал их благорасположение». Смотрите, уже ему не ставят в укор, что он как-то независимости хочет, чего-то такого. Вот они не так вели себя раньше, уже все, все, они вот уже лучшие друзья. «Но ополчились против него выродки Израиля, отступники, чтобы возвести на него обвинение, однако царь не внял его. Еще бы ему помог Ионатан прийти к царскому престолу. И повелел царь снять с Ионатана его одежду и облачить его в порфиру. Так и сделали. Вот его признают царем. Царь усадил его рядом с собой, сказал своим вельможам, «Выйдите вместе с ним, к жителям города, объявите. Запрещается подавать на него какие-нибудь жалобы и досаждать ему по каким бы то ни было поводам». И было так. Жалобщики, когда увидели, что глашат и прославляют его, что он облачен порфиру, все разбежались. Соответственно, те, кто надеялся сыграть на том, на чем играли до сих пор с селевкидскими правителями, говоря, вот они отступники, они против царя, а мы-то за, мы наоборот. А царь, прославив его, записал его в число первых друзей и назначил его начальником и правителей области. Первых друзей, то есть уже ближний круг. Затем Ионатан вернулся в Иерусалим с миром и веселем. А в 165 году Диметрий, сын Диметрия, прибыл с Крита в землю своих отцов. Услышав об этом, царь Александр встревозился не на шутку и возвратился в Антиохию. Ну, соответственно, этот Диметрий, тот самый, который был разбит Александром, у него есть сын с тем же именем. Диметрий назначил Аполлония правителем Келесирии, один из регионов селевкидской державы. Тот собрал большое войско, расположился станом возле Амни и послал гонцов к переосвященнику Ионатану, чтобы сказать ему. «Только один ты выстаешь на нас, а я из-за тебя слушаю брани насмешки. Но что же в горах таки чишутся перед нами свои власти? Раз ты уверен в своей ратной силе, спускайся к нам на равнину, и там потягаемся, ведь со мной войск из городов. Спроси и узнай, кто я таков и кто прочие наши соратники. Тебе скажут, что вам перед нами не устоять, ибо дважды на своей собственной земле твои отцы были обречены в бегство. Да и теперь ты не сможешь выстоять против конницы и такого войска на равнине, где нет ни камня, ни булыжника, чтобы защищаться, ни укрытия, чтобы бежать». Ну, то есть, понятно, да, вы, партизан, только в горах чего-то можете, попробуй-ка с нами на ровном месте, один к одному. Эти слова Аполлония дошли до Иоаннатана, возмутили его. Отобрав 10 тысяч человек, он выступил из Иерусалима, а его брат Симон вышел ему навстречу, чтобы быть ему в помощь. Видите, они уже не боятся открытых столкновений с селевкидским войском. Иоаннатан расположился станом возле Иопы, ну, Яфа современная. Но жители не открыли ворот, потому что в Иопе стояла крепостная стража Аполлония. Напали на город. Тогда перепуганные жители отперли ворота, и Иоаннатан овладел Иопой. Услышав об этом, Аполлоний построил три тысячи конниц и много пехоты и пошел к Азоту, как будто собираясь двигаться дальше. Но внезапно вышел на равнину, потому что у него было много конниц, и полагался он именно на нее. А Иоаннатан преследовал его до самого Азота, и отряды их сошлись в битве. Между тем, Аполлоний оставил в засаде тысячу всадников в тылу у наших. Иоанн понял, что в тылу у него есть засада, потому что его отряд окружили, и с утра до вечера осыпали народ стрелами. Но народ не двигался с места, как приказал Анатан, и вражеские кони выбились из сил. Ну вот, подробное описание сражения. Причем уже здесь у иудеев есть вполне регулярное войско, которое и в поле ведет себя очень достойно. Тогда Симон подтянул свое войско, ударил на неприятельскую фалангу. А конница вражеская устала, и враги были разбиты, и обратились в бегство. Конница рассеялась по равнине, неприятель бежал в Азот, и вошел в Бет-Дагон, свое капище и сейчас спасение. Бет-Дагон буквально дом Дагона, да, то есть такое языческое место. Но Анатан поджег Азот, и окрестные города взял у них добычу, а капище Дагона с теми, кто сбежался туда, спалил огнем. Вот он уже выступает как преследователь язычества вне пределов собственной иудеи. И было павших от меча вместе с сожженными около восьми тысяч человек. И Анатан ушел оттуда, расположился станом возле Аскалона. Жители города вышли ему на встречу с великими почестями, и возвратился Анатан в Иерусалим со своими, все они с немалой добычей. И было так, услышав об этих событиях, царь Александр еще больше почтил Анатана, ну еще бы он сражается на его стороне. Он послал ему золотую пряжку, которую по обычаю давали родичам царя, отдал ему корон, город и все окрестности в наследственный дар.